Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы продолжаем большой цикл передач медиахолдинга «Тверской проспект», который посвящен анализу современного рынка недвижимости на нашей Тверской земле, в Твери и Тверской области. Вместе с экспертами, представителями застройщиков, представителями агентств недвижимости мы отвечаем на самые актуальные, на самые, наверное, наболевшие вопросы о том, как покупать жилье, как продавать жилье, как проводить эти сделки правильно, как не ошибиться в выборе жилья и так далее. В общем, вопросов масса. И у нас уже, я напомню, у нас уже вышла первая передача «Тема дня», которая была посвящена этим вопросам. Тем не менее, по-прежнему большой очень интерес сохраняется у наших телезрителей. Мы продолжаем этот цикл. И сегодня вместе с нами в этой теме помогут нам разбираться представители агентства недвижимости «Тверское княжество». Это Ольга Каримова, директор агентства. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что пришли сегодня к нам. И Анатолий Углов, юрист агентства недвижимости «Тверское княжество». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте для начала такой вот вопрос, наверное, общего плана, Ольга, к вам. Что на сегодня в целом на рынке тверской недвижимости является, скажем так, хитом продаж? С какой целью люди приобретают жилье, да, и возросла ли роль, скажем так, приобретения жилья с дальнейшими инвестиционными целями? Ну, не только сегодня, а всегда было и есть. Самыми востребованными являются однокомнатные квартиры. Но сейчас еще добавились квартиры студии, потому что они дешевле, чем однокомнатные квартиры, но в то же время они более комфортные, чем комнаты, например. То есть люди, у которых маленький бюджет, они покупают квартиры студии и также для инвестиций покупают под сдачу, они прекрасно сдаются. И для жилья, как старт, всегда приобретались и приобретаются однокомнатные квартиры. Поэтому это, в принципе, эта тенденция не меняется, она какая была, такая и есть. И даже застройщики очень мало строят квартиры, например, трехкомнатных. То есть в основном это однокомнатные, двухкомнатные квартиры. Не строят, потому что спроса нет на таких? Да, потому что очень маленький спрос, их достаточно сложно продавать, хотя люди пытаются найти трехкомнатные квартиры и сталкиваются с тем, что их просто нет. И кому-то приходится, кому-то очень нужно. Они на этапе строительства покупают однокомнатные, две однокомнатные, например, или однокомнатную, двухкомнатную и объединяют их уже в трехкомнатную квартиру по своей планировке. А как часто, если уточнять, инвестцели люди преследуют, то есть дальнейшая, может, перепродажа какая-то и так далее. Вот с подобным часто сталкиваетесь? Да, такие клиенты есть. Они целенаправленно вкладывают деньги в строящееся жилье. То есть они покупают на этапе строительства, ждут, пока дом будет сдан. И, естественно, цена возрастает, цена меняется. И уже по более высокой цене продают готовые квартиры. Ну вот как раз продолжение темы. Вы сказали, что люди вкладываются в это жилье. А если оценить рентабельность, скажем так, разумность этих положений, все-таки во что выгоднее, может быть, вкладывать? Это в современные монолитные дома или вот такого рода старые панельные, которые вот еще с советских времен у нас стоят во многих районах города, во всех, в общем-то? И как с годами будет меняться ликвидность таких положений? Естественно, жилье новое, оно всегда более востребованное. Здесь и то, что никто не проживал, людей очень привлекает. Кто руководствуется таким понятием, как энергетика, энергетика человека. То есть их очень привлекает то, что в этих квартирах нет чужой энергетики. И поэтому люди как бы охотно покупают новое жилье. И плюс новое жилье, это свежие дома. Естественно, они с годами будут, может быть, они будут чуть-чуть снижаться, но это совсем незначительно по сравнению со старым фондом, с панельными домами. Потому что в панельных домах и коммуникации уже старые, и электрика старая. Поэтому, конечно, если люди хотят вкладывать деньги, они чаще всего приобретают новое жилье, как вложение денег. К тому же новое жилье, оно лучше сдается. То есть его можно по более высокой цене сдать. И новое жилье, как правило, снимают уже более такие презентабельные люди. Соответственно, оно сохраняется долго в хорошем состоянии. Поэтому... То есть если хочешь вложить деньги стратегически правильно и верно, чтобы они потом как-то окупились, то лучше, конечно, вкладывать в современные дома. В новое жилье, да. В новое жилье, потому что оно наиболее востребовано. Оно и при продаже лучше продается. И даже когда цены падают, а они периодически у нас падают, то новое жилье, оно падает меньше в процентном соотношении, чем вторичный фонд. Вторичный фонд все-таки может сильно просесть. Мы знаем, что вопрос того, приобретать ли жилье в новостройке, или приобретать жилье во вторичном фонде, он для многих ключевой, наверное. Но в то же время для многих и является определяющим фактором то, где именно расположен тот или иной дом, та или иная возможная жилплощадь, которую человек приобретает. Вот здесь вот как выбор правильно сделать? И вот тверской покупатель недвижимости, он в первую очередь на что ориентируется? При выборе места, дислокации, где расположен, что рядом и так далее. Как правило, люди руководствуются удаленностью от работы, от садиков, школ. То есть даже больше не от работы, а именно к садикам и школам привязываются. Не удаленностью, наверное, в борту, чтобы жилье было близко. Ну да, то есть насколько близко жилье располагается от садиков и школ. Потому что это достаточно удобно, когда ребенок ходит в школу самостоятельно, его не нужно отвозить. И, соответственно, когда можно ребенка с утра закинуть в садик, не надо ехать на другой конец города. Поэтому, конечно, привязываются к школам и к садикам, к работе меньше. Но также смотрят по качеству жилья. И кому-то, например, хочется кирпичный дом. И они готовы ездить дальше, с более отдаленных районов, чем, например, если это будет тот же кирпичный дом в центре. Он, во-первых, будет стоить дороже, а во-вторых, как бы не всегда есть в том месте, где надо. Поэтому иногда критерием является качество строительства. То есть качество дома. То есть я правильно понимаю, что люди могут поступиться, допустим, долгими, большими пробками по дороге на работу, большим количеством проведенных часов за рулем, если жилье отвечает их каким-то качественным требованиям? Да, да. Во-первых, в удаленных районах чаще жилье дешевле, чем в центре. А уровень может быть даже выше. Поэтому, конечно, люди смотрят и по бюджету по своему. И по своим возможностям идет сравнение все абсолютно. То есть когда приобретается жилье, анализируются все факторы. И поэтому, да, часто очень люди покупают жилье более качественное, более элитное, но на окраине, например, чем в центре. Хотя есть категории клиентов, которые покупают только в центре. И здесь уже им они не смотрят, кирпич это или монолит. Им важно именно место расположения. А вот покупая жилье в центре города, в месте плотной застройки, нет ли риска нарваться на то, что в дальнейшем могут быть какие-то коммунальные проблемы? Потому что мы знаем, что зачастую просто не хватает сетей, мощности определенных, водопровод и так далее, свет. Здесь насколько вот этот фактор играет определяющую роль? Просто проблема изношенных сетей действительно для Твери актуальна. Она очень актуальна, да, проблема изношенных сетей, это очень актуально. Но на самом деле и не везде застройщики могут строить по этой причине, то есть не везде они получают разрешение, не на всех участках. Но от этой проблемы застраховать никто не может, потому что те же новые дома, они все равно чаще подключаются к старым сетям, и никто не тянет свою ветку тех же водопроводных труб, да, то есть отдельно. Поэтому люди сталкиваются и во вторичном фонде с этой проблемой, могут столкнуться и в новостройках, как бы здесь не застраховать людей. Ну и вот мы плавно переходим уже к теме такой важной. Ну, наверное, к теме важной мы перейдем после небольшой паузы. Мне наши редакторы сигнализируют, что у нас небольшой рекламный перерыв. Давайте прервемся, мы вернемся очень скоро. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев, и мы работаем в прямом эфире. У нас тут же сразу есть телефонный звонок. Я даже не успел напомнить тему нашей передачи, но сделаю это после короткого телефонного, ну уж не короткого звонка. Здравствуйте, в эфире слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, я внесла предоплату, а мне посчитали много денег. Как обезопасить себя и как зафиксировать сумму на начальном этапе? Спасибо большое. Ну, вопрос понятен, я не понимаю. Судя по всему, вложились в жилье, да, и потом, впоследствии, сумма увеличилась. Анатолий, как себя обезопасить от такого рода проблем? Не совсем понятно, во что вложились, то есть внесли предоплату для дальнейшего. Ну, я так думаю, что речь идет о строящемся жилье каком-то, судя по всему. Здесь тогда получается, что договоренность была в рассрочку, вот, и был поднят, видимо, да, цена за квадратный метр. Здесь надо читательно внимательно смотреть, изучать договор для его участия, какие были прописаны условия. А так, в принципе, застройщик, да, он вправе это делать, если это было согласовано. К тому же, ко всему, застройщик отталкивается от цен на строю материала, от цен на работы, от цен на услуги по введению дома в эксплуатацию. Поэтому, возможно, все, если об этом шла речь, конечно же. Ну, а вообще, то есть, если так вот простыми словами говорить, как человек, который вкладывается в жилье, обезопасит себя от дальнейшего увеличения цены в каком-то ни было вообще виде? То есть, я понимаю, в первую очередь доставлять договоры. Все отношения, да, регулируются в простой письменной форме между, соответственно, стороной застройщика, его представителем и клиентом, который выбрал, да, это направление. Вот, поэтому здесь необходимо приходить, соответственно, с юристом, консультироваться, уточнять, вместе составлять. И тогда клиент уже будет готов, он будет понимать, какие есть возможные риски, будет ли подъем цены, не будет. Если будет, то на сколько, то есть, в каких пределах, то есть, все это нужно, конечно же. Ну, кстати, я напомню так нашим телезрителям, что о том, как обезопасить себя от тех или иных рисков, мы не так давно рассказывали в нашем сюжете, который в нашем телеканале выходил. В том числе эксперты у нас тоже выступали и напоминали о том, что правильная сделка, это сделка, конечно, оформленная по всем юридическим правилам, скажем так. Ну, в том числе, конечно, вопросы продолжают поступать, тем не менее, и один из них, один из наиболее таких частых, это ипотека. Давайте вот эту тему я предлагаю немножко рассказать поподробнее. Как составлять договор, да, когда, например, передавать деньги, да, то есть, как сделать так, чтобы и продавец, и покупатель остались, ну, что называется, при своих. Здесь самое главное достигнуть между сторонами определенной договоренности. И если речь идет об ипотеке, то, конечно же, надо понимать, что часть денег будет собственных у покупателя, а часть денег ипотечных. А ипотеку выдает, соответственно, банк на определенных условиях. Вот, у каждого банка свои определенные условия, и он сам вправе ставить эти условия, потому что его деньги он дает в займ. Вот, поэтому, соответственно, здесь надо внимательно изучать, смотреть и общаться с менеджером, да, вести плотную работу по кредитному договору, вот, и, конечно же, что касается денежных средств, вот, то банки самостоятельно страхуют свои деньги. Безусловно, банки не проводят полностью сделку, да, под ключ, есть, конечно, такие услуги у некоторых банков, но, опять же, они заинтересованы именно в выдаче ипотеки, да, их основная задача, вот. А задача наша, как агентов, да, провести сделку полностью под ключ таким образом, чтобы все остались довольны, да, и придается покупать, а не только человек получил кредит, а не факт, что потом сделка будет зарегистрирована. Поэтому здесь нужно будет предусмотреть и разрешить этот вопрос относительно согласования условий оплаты. По первой сумме, которая идет первоначально взносом, здесь надо будет договариваться непосредственно, и она может передаваться различным способом, но самое главное, какой есть нюанс, это банк не выдаст свой кредит, пока, соответственно, не произойдет денежный сумм, за расчет по первому взносу. То есть банк должен убедиться, что денежный за расчет по первоначальному взносу был проведен. Вот поэтому здесь надо этот вопрос согласовать, каким образом наличный, безналичный, вот, соответственно, в день сделки, либо это была предоплата до этого, согласована по какому-то определенному соглашению, да, вот, либо там за задаток, либо еще какие-то разнообразные условия правовые. Вот, и здесь, конечно же, какой плюс? На сегодняшний день, да, век цифровой технологии банки присоединились к этому, да, очень серьезно подходят к новым цифровым форматам. Поэтому они свои деньги самостоятельно страхуют, предоставляя клиентам возможность проводить определенные манипуляции цифрового характера, как безналичные, так и наличные, и посредством соответствующих электронных сервисов и неэлектронных. То есть электронные сервисы, это сервис, например, безопасный расчет, который уже используется во многих банках, вот, с сервисом того же самого аккредитива, и, конечно же, да, также пользуются спросом иногда и ячейка, банковская ячейка. То есть это не электронный сервис, но, по крайней мере, да, снимаются некоторые ячейки, которые закладывают денежные средства, и получается клиент, и продавец-покупатель согласовывает эти условия, они внимательно считают, опять же, также договор, изучают его, на каких условиях потом эта сумма будет передаваться. То есть некоторые банки готовы, допустим, в день сделки, в день подписания договора и подачи на регистрацию, передать ипотечные средства. Некоторые банки говорят, нет, дождемся регистрации, убедимся, что квартира, либо, допустим, другой объект недвижимости был зарегистрирован на собственность, соответственно, покупателя, и после этого денежки поступают, вторая часть суммы ипотечная, на счет продавца. Что касается скроу-счетов, тоже сейчас тема достаточно актуальная, такая злободневная. О чем здесь важно помнить, когда вот такая процедура тоже вот многие пользуются, мы знаем. Скроу-счета полностью, опять же, обеспечивается самим непосредственным застройщиком, у которого есть определенный контакт с банком, вот где он процедуры эти проводит. Поэтому внимательно нужно почитать сам договор долевого участия, убедиться, что счет из скроу указан, убедиться, что он прописан правильно, все счета реквизиты указаны правильно, и, соответственно, при заключении договора долевого участия дальше проходят все вот эти процедуры финансирования строительства, потому что здесь приобретается объект, еще не готовый, его еще не существует. Это такая, так называемая, инвестиционная деятельность. И вот странный государство, что это инвестиционная деятельность на сегодняшний день страхуется вот такими вот скроу-счетами. Опять же, да, здесь нужно учитывать, что скроу-счета — это новая технология, новый метод, и он применяется только уже к новым объектам строительства. Потому что сейчас некоторые объекты достраиваются еще по старой схеме, там скроу не применяется. Поэтому надо этот вопрос уточнить, то есть клиенты могут позиционировать, что да, мы сейчас покупаем, думают, что там сейчас будет искров, а на самом деле искров нет. То есть есть другие немножечко технологии, там были страхования. Поэтому надо этот вопрос внимательно изучить, рассмотреть, чтобы уже не переживать. А так сам по себе искров, конечно, предполагая, что денежные средства будут получены застройщикам только после того, как дом будет введен в эксплуатацию, квартира будет передана. И такой еще вопрос в дополнение к этой же теме. Многие задаются, не знаю, сомневаются, можно ли улучшать, допустим, впоследствии свои жилищные условия, если взял жилье в ипотеку? Как тут быть? Какой ответ можете дать? Можно, безусловно, но так как, получается, банк выдал денежные средства, выдал ипотеку, ипотека должна быть погашена. Поэтому, соответственно, надо все эти механизмы проговаривать с банком, потому что банк выдавал деньги, и, соответственно, банк вправе выдвигает определенные условия. У разных банков разные программы на этот счет. Поэтому нужно внимательно к этому тоже отнестись, подойти к менеджеру, уточнить, какие есть технические возможности это привести. И, соответственно, я думаю, что... То есть даже, будучи человеком, который платит ипотеку, есть возможность всегда в дальнейшем квартиру продать, улучшить жилищные условия. Просто важно не забывать вовремя... Совершенно верно. Да, здесь самое главное, видите, какая ситуация. Нужно выяснять и очень внимательно работать с покупателем. Для покупателя, самое главное, это безопасность. Чтобы не получилось так, что он выплатит большой первоначальный взнос, погасит ипотеку за продавца, а продавец, допустим, передумает и не выйдет на сделку. Получается, перед банком долга уже не будет, он может реализовать свою недвижимость в любом совершенно другом лицу. Поэтому здесь, конечно, нужна очень серьезная юридическая помощь и консультация со стороны агентства недвижимости, чтобы это было безопасно, предсказуемо и прозрачно для обеих сторон. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас в эфире. Добрый день, я, конечно, живу в блочном доме, у меня смежные комнаты. Хотела сделать перепланировку, чтобы сделать новые дверные проемы. Хотелось бы узнать, насколько это реально, какие необходимы для этого документы и, последнее, еще будут ли проблемы, если я решу перепродать эту квартиру. Спасибо большое. Ну, хороший вопрос, на самом деле, достаточно такой актуальный, тоже злободневный. Мы в наших сюжетах, которые выходили у нас в новостях, об этом экспертов спрашивали, по-разному себе отвечают. Все-таки, о чем важно помнить, если вы в панельном доме решили провести какую-то перепланировку? Ну, для начала нужно выяснить, есть ли такая техническая возможность, потому что в панельном доме, они тоже бывают разные, разные, опять же, панели используются. Поэтому нужно уточнить у органов нашей муниципальной власти, есть ли такая техническая возможность. Если есть, то готовится соответствующий проект, и потом уже проект согласовывается в администрации, и далее уже, соответственно, по этому проекту соответствующая компания лицензированная должна осуществить эту перепланировку. После этого нужно, опять же, вызвать специалистов в администрации, чтобы они оценили, насколько перепланировка соответствует этому проекту, и далее проходит процедура до ввода в эксплуатацию. Но заранее нужно говорить, что некоторые перепланировки изначально не могут быть согласованы, поэтому здесь, конечно... Как правило, это перепланировка, связанная с коммуникациями, то есть перенос в ванных, комнат, кухни, то есть там, где газовое оборудование, там, где вода. То есть очень критично смотрят на перепланировку в санузлах и на кухне. То есть жилые комнаты, понятно, там как бы при перепланировке не происходит такой существенной какой-то нагрузки, изменений. Вот наш цивилизер, да, задавал вопрос, там речь шла о том, перенести дверные проемы, то есть, значит, глобально, насколько я понимаю. Нет, если это между комнатами смежными, да, то здесь надо уточнять саму конструкцию, потому что панельный домотажер распознает определенные нюансы, имеет. Вот, если технически возможно, то да. Но что касается, допустим, случайно стоять уже такой запрет, что такое невозможно. То есть просто бывают такие дома, допустим, панельные, где отдельный-раздельный санузел и туалет от ванны отделяется ненесущий. Конструкция очень легкая, поэтому, в принципе, ее можно снять, желательно, конечно, уже согласовать, но здесь критически ничего не будет. А вот что касается, допустим, перенести санузел в другое место, то есть нарушение условий гидроизоляции, здесь уже могут быть, конечно же, проблемы. Поэтому в любом случае сначала согласовать, а потом ее сделать, потому что иначе это будет самовольная перепланировка, в которой можно... Я предлагаю все-таки обозначить, да, вот так вот раз навсегда, то есть в каких домах все-таки можно перепланировку делать, не согласовывая, а в каких обязательно нужно согласовать. Я так понимаю, все-таки тут мы разделяем, да, панельные дома такого старого типа и монолитные, да, правильно я понимаю? Поправьте. Ну, если честно, согласовывать нужно везде. В любых? Да, потому что внутренние конструкции, конструкции, опять же, изменяются, где-то требуется дополнительное усиление, вот, и есть соответствующие технические описательные документы на любую квартиру, которые содержат эту графику. Если человек впоследствии, да, будет перепродавать, то покупатель на что смотрит? Он смотрит техническое описание, он смеет, что смотрит, что конструкция квартиры не соответствует тому, что он приобретает. Соответственно, уже предмет договор немножечко другой, это надо оговаривать, опять же, это условие. Ну, потому что эта ситуация может вылиться, да, опять же, в те же самые проблемы. Поэтому любая перепланировка, да, требует, естественно, как правило, даже перестановка той же самой плиты газовой, да, то есть это тоже очень серьезно газовщики на это смотрят. Нам казалось бы, да, гибкий шланг сделал и перетянул. Нет, здесь все гораздо серьезнее, поэтому любые телодвижения, да, с квартиры, где необходимо вносить изменения в техническую документацию, они должны быть согласованы. Ну, проще так, в теории, да, проще, конечно, делать перепланировку в монолитных домах, насколько я понимаю, да, потому что в панели дома... Проще кирпичных. Даже так, проще кирпичных. Где меньше несущих стен, да. Да, где внутри... Панельные дома, это в первую очередь обилие несущих стен. Да, в кирпиче часто бывает, что в квартире нет несущих стен, то есть там можно, там все стены не несущие, поэтому, соответственно, согласовать перепланировку в кирпичном доме будет проще. А также проще будет сделать перепланировку на этапе строительства, пока дом не сдан, согласовав ее с застройщиком. Ольга, к вам такой вопрос. Вот как провести идеальную... У вас много, наверное, да, за время работы агентства Тверской княжи, что много было сделок по продаже или покупке квартир. Как провести идеальную сделку, назовем это так, да, и на что, в первую очередь, нужно обращать внимание тем, кто покупает квартиру или продает? Например, опять-таки, вам продолжают поступать после наших многочисленных, да, программ и сюжетов, продолжают поступать вопросы от жителей Твери. Продает человек квартиру или покупает квартиру? Как разобраться с бытовой техникой, например, кто-то хочет уносить с собой, продавая квартиру, газовую плиту или предметы мебели, кто-то не хочет. Как вот здесь вот сделать так, чтобы и покупатель, и продавец остались довольны? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, чтобы провести идеальную сделку, ее нужно доверить профессионалам, только в этом случае она, возможно, идеальна. Но если все-таки люди хотят намеренно сделать самостоятельно, то здесь нужно очень важно согласовать все эти моменты до продажи, до выхода на сделку. То есть, когда люди определились, что они покупают данный объект, нужно сразу же с продавцом обговорить все эти нюансы, что будет забираться в квартире, что будет оставляться, какая мебель, какая техника. Если техника, как бы плита та же любимая, да, мне ее подарила бабушка там или мама, как часто бывает, она, ее хочется забрать, значит, соответственно, нужно договориться либо компенсировать покупателю стоимость этой плиты, ну, уже с учетом ее состояния, да, либо поставить какую-то рабочую плиту. То есть, все эти моменты нужно обговаривать до выхода на сделку. И желательно, конечно, составлять какие-то дополнительные соглашения о том, что будет в данной квартире передаваться вместе с квартирой. То есть, возможно, с фотографиями, возможно, просто письменно подписанное соглашение. Ну, то есть, чтобы продавец потом не мог сказать, а я вам это не обещал. То есть, в первую очередь, оформляйте бумаги правильно, и смотрите договоры, которые заключаются. Конечно, если это, можно прописать это в договоре в основном, а можно составить дополнительное соглашение или акт технического осмотра, где будет указано, что будет передаваться, особенно в квартирах с евроремонтом, с дорогой мебелью. Обычно мы проводим такие, составляем такие моменты. Вот я уже сказал, да, у вас много было сделок. Люди покупают вторичку, да, люди покупают жилье в новостройках. Вы сами-то как вообще, мне интересно, может, личное мнение того знать, вы сами-то как вообще относитесь к вторичному жилью? Стали бы, например, сами приобретать жилье в фонде, который уже как бы пользовался? Ну, это все зависит от ситуации, от обстоятельств. Почему нет, если, допустим, я располагаю определенной суммой, и мне не хватает, например, на новостройку, да, или там, например, моему сыну нужно приобрести квартиру, а на новостройку пока нет возможности. Причем новостройка, как правило, в ней же еще и ремонт, ее надо не только купить, но еще и ремонт мне нужно сделать. Поэтому на первое время, для начала жизни молодого человека, почему нет? Можно приобрести недорогую квартиру во вторичном фонде. Анатолий, вы бы как ответили на этот вопрос? Безусловно, вполне возможно бы и приобретать, рассматривая как новостройки, так и вторичный фонд. Никаких препятствий нет. Главное внимательно посмотреть на сам этот объект, на его, опять же, удаленность от зон комфорта, да, и, конечно же, обратить внимание на, на сегодняшний день это очень актуально, на парковки, парковочные места, благоустройство территории, общей коммуникации, конечно же, возможность, да, перемещаться из района в район, там, где работаешь. Поэтому, если это, особенно, если, как вот Ольга сказал, там, вопрос с детьми студенческого возраста, то это желательно, чтобы было бы приближено к университету либо к другим учебным заведениям. Поэтому здесь не принципиально, да. Главное выбрать качественный вариант. Ну, мы знаем, что агентство недвижимости Тверское княжество на рынке Твери, да, достаточно давно уже. Расскажите немножко вот о том, с какими компаниями работаете, потому что мы знаем, что крупные такие солидные, да, Тверское агентство, они привлекают помощников, да, будь то строительные компании, какие-то фирмы и так далее. Кто у вас есть в запасе, скажем так, в резерве в вашей команде? Ну да, мы уже 13 лет на рынке, успешно работаем, у нас хорошая репутация, естественно, есть партнеры, с которыми мы работаем, большинство застройщиков, поэтому мы предлагаем жилье по цене застройщика, то есть к нам можно обращаться, мы подберем, и это будет по цене застройщика, то есть не нужно бояться, что агентство там добавит еще свою какую-то баснословную комиссию, поэтому лучше, конечно, чтобы люди приходили, обращались, мы подберем по их возможностям, по их желаниям, то есть расскажем все, что все нюансы обозначим, что лучше покупать, что лучше не покупать, и, соответственно, у нас есть застройщики-партнеры, это практически в основном все в городе, также у нас есть компании-партнеры, которые предоставляют ремонт, услуги по оказанию ремонта, если квартира приобретена в новостройке, без отделки, то мы можем, то есть у нас даже есть подарочные сертификаты, которые мы можем предложить клиентам, и у них будет скидка. Это в качестве бонуса от застройщика, правильно я понимаю? Это не от застройщика, это компании, которые занимаются ремонтом непосредственно. Партнеры. То есть есть квартиры, которые сдаются с ремонтом от застройщика, а есть некоторые застройщики строят без отделки полностью, они не делают ремонт, и тогда мы предлагаем обратиться к нашим партнерам, которые занимаются ремонтами. Насколько популярна эта услуга? Ну, конечно, популярна. То есть люди хотят, не хотят думать, кто им сделает ремонт, потому что это достаточно актуально. То есть в данном случае, я так понимаю, агентство недвижимости, если так в целом, она говорит, снимает большую часть головной боли, то есть и по поиску квартиры, по дальнейшей отделке и так далее, значительную часть головной боли. Ну, вы знаете, люди иногда звонят, вот мне нужно забор поставить, куда мне обратиться? То есть иногда наши клиенты обращаются с совершенно такими нестандартными просьбами, и, конечно, если у нас есть клиенты, с которыми мы работали, они занимаются заборами, почему нам не порекомендовать новому клиенту, того клиента? То есть, естественно, мы обрастаем с годами уже целой базой различных специалистов в различных сферах, и, конечно, мы можем рекомендовать. Отлично. Что ж, я благодарю наших сегодняшних гостей за участие в программе. Я напомню, мы сегодня вместе с представителями агентства недвижимости Тверское княжество Ольгой Каримовой и Анатолием Угловым обсуждали современные тенденции на рынке Тверской недвижимости. Я напоминаю, что сейчас медиахолдинг Тверской проспект проводит масштабный проект. Мы выпускаем новостные сюжеты, мы готовим программы, посвященные этой теме, общаемся с застройщиками, общаемся с риэлторами и так далее. Вы также можете в нашем проекте поучаствовать, звоните, пишите нам, если у вас есть какие-то вопросы, посвященные недвижимости, если вы не знаете, как купить или приобрести квартиру, на эти и другие вопросы мы постараемся дать вам ответ вместе с нашими экспертами. Вы смотрели программу Тема дня. Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok